В студии телеканала Север Алина Волчейская. Здравствуйте! Сегодня в прямом эфире мы обсудим социальные проекты некоммерческих организаций и вовлечение населения в местное самоуправление. На вопросы ответят руководители Департамента внутренней политики Ненецкого округа Лина Гущина и Мария Третьякова. Рада приветствовать вас в нашей студии. Хотелось бы вообще для начала понять, чем занимается Департамент внутренней политики и какие вопросы входят в вашу компетенцию. Можете рассказать? Да, конечно. Но хотелось бы сказать, что Департамент внутренней политики создан изначально, является правоприемлемом управления международных и межрегиональных связей массовых коммуникаций Ненецкого автономного округа, которое было создано в 2009 году. А уже Департамент был создан в 2015 году и в состав Департамента также влилось управление поддержки коренных малочисленных народов Севера. То есть весь функционал остался, плюсом как раз у нас был добавлен этот функционал. Но являясь правоприемником столь значимых органов, Департамент сейчас непосредственно занимается поддержкой коренных малочисленных народов Севера. То есть здесь мы взаимодействуем с Федеральным агентством по делам национальностей, в частности по всем вопросам, связанным с поддержкой коренных малочисленных народов Севера. Далее у нас идет плотное взаимодействие с муниципальными образованиями. По любым вопросам мы являемся координаторами, в том числе между органами власти, органами местного самоуправления. Также тема сегодняшней нашей встречи это взаимодействие с некоммерческими организациями, с некоммерческим сектором. Это основные ключевые вопросы, которыми мы занимаемся, значимые для всех жителей округа. Давайте перейдем непосредственно к теме нашего эфира. И вот очень много вопросов поступило от жителей региона. Первый из них от Валентины Малыгиной. Она интересуется, сколько в Ненецком автономном округе некоммерческих организаций и чем они занимаются. Да, я хотела бы сразу предложить, даже немножко скорректировать, может быть, наш формат встречи. Понимаем, что вопросы могут поступать по двум направлениям, и чтобы несколько было структурировано. Поэтому предлагаем, наверное, сначала ответить на вопросы, связанные с некоммерческими организациями, поддержкой некоммерческого сектора. А далее как раз затронуть вопросы местных инициатив. Ну и в этой связи хотелось бы рассказать немножко о том, поделиться радостью нашей о том, что согласно последних данных, которые опубликовало Министерство экономического развития и агентство стратегических инициатив, Ненецкий автономный округ вошел в число лидеров за 2020 год по поддержке некоммерческого сектора, то есть некоммерческих организаций и социально ориентированного бизнеса. Сейчас по нескольким направлениям осуществляется поддержка. Это и субсидии, и грантовая поддержка по всем направлениям. Сумма у нас достаточная, значительная. То есть есть определенные новеллы. Здесь вкратце тоже расскажем вместе с Мария Владимировной. Ну вот как раз вопрос от Ларисы Борисовой. Какая поддержка предоставляется некоммерческим организациям в нашем регионе? Можете подробнее рассказать, какие виды есть? Ну, предыдущий вопрос еще продолжу Лену Викторовну о том, что сейчас на территории округа у нас зарегистрировано порядка 170 некоммерческих организаций. Они занимаются абсолютно разной направленностью. Это и в социальной сфере работающие организации, такие как Красный Крест, такие как Общество инвалидов, Общество ветеранов. Это организации, которые занимаются дополнительным образованием детей, такие как Нарин Мир, который занимается робототехникой с детьми. Это Ангел, который занимается созданием мультфильмов. Также организации различные спортивные. Это, допустим, Федерация спорта, Федерация настольного тенниса, Федерация борьбы, танцевального спорта. Поддержка оказывается различная. Департамент внутренней политики оказывается методическая поддержка. Мы проводим различные семинары, консультации для некоммерческих организаций. Информационная поддержка у нас создана в группах, в социальных сетях в том числе. Мы информируем некоммерческие организации о проводимых мероприятиях. И вообще мы объединяем таким образом некоммерческие организации, когда они все общаются, допустим, в одной группе. А также финансовая поддержка, про которую говорила Лена Викторовна, это гранты и субсидии. Субсидии на организацию деятельности. Эти средства можно тратить на оплату коммунальных услуг, на оплату аренды и на какие-то расходные материалы. И гранты непосредственно на реализацию социальных проектов. Еще, наверное, хотелось бы, можно я немножко добавлю. У нас еще также созданы два ресурсных центра в регионе. То есть один из ключевых показателей, по которым нас оценивали. Которые также, в свою очередь, получают определенные виды поддержки. И они, в свою очередь, помогают уже некоммерческим организациям. То сам без образования юридических лиц. То есть это такое тоже значимое направление, которое у нас в сфере НКО. Третий вопрос от Олега Плесовских. Какое финансирование некоммерческих организаций ожидается на следующий год? И что это будет? Какие виды поддержки? Это гранты и субсидии. На какие суммы могут рассчитывать представители НКО? Здесь хотелось бы сказать, что сейчас у нас проект бюджета еще ни федеральный, ни региональный не принят. Поэтому мы, наверное, более корректно эти суммы озвучим после принятия бюджета. Сейчас он только внесен в наш окружной закон. В собрание депутатов Нинска автономного округа еще согласительные процедуры не проходили. Поэтому я думаю, что будет корректнее, если мы доведем эту информацию после принятия законов федеральных и регионального. Потому что мы ожидаем получения в том числе и поддержки с федерального бюджета. Вот как раз следующий вопрос от Лены Степановой. Она интересуется, в этом году гранты софинансировались фондом президентских грантов. Будет ли такое софинансирование в следующем году? Подскажете? Да, конечно, у нас в этом году мы участвовали в конкурсе, который проводил фонд президентских грантов. Порядка 85 субъектов, естественно, участвовали и порядка 70 стали победителями. НАУ вошел в число победителей. У нас было стопроцентное софинансирование. Поддержка некоммерческих организаций на гранты составила 300, соответственно, наших 300. И 6 миллионов 200 мы разыгрывали на конкурсе грантов. В следующем году, если фонд будет этот конкурс проводить, а он планирует проводить, мы обязательно будем участвовать. Следующий вопрос от Татьяны Вепревой. Женщина интересуется, как проходит отбор проектов на конкурсе грантов и кто входит в комиссию? Комиссию у нас в конкурсе. То есть, понятно, департамент принимает заявки. И формируется конкурсная комиссия. Она формируется из представителей депутатов окружного собрания, представителей муниципальных образований администрации, представителей СМИ, представителей самих некоммерческих организаций, общественной палаты, общественного совета департамента. Ну и комиссия по определенным критериям рассматривает проекты. И уже определяет победителей. Критерии эти все прописаны у нас в нормативно-правовых актах. Это актуальность, значимость проекта. Это реалистичность суммы. Это опыт организации и компетенции участников. Следующий вопрос от Константина Сочнева. Он интересуется. Члены комиссии определяют, какой именно проект и какого именно НКО будет поддержан. Таким образом, члены комиссии определяют конкретные направления, в которых оказывается поддержка. Возможно ли сразу определить эти направления? Эти направления определяются в начале года. До всех некоммерческих организаций эта информация доводится. Эти приоритетные направления указываются в объявлении при проведении конкурса. И надо сказать, что эти приоритетные направления определены федеральным законодательством. Статья 31.1.7 ОФЗ о некоммерческих организациях. Поэтому, если некоммерческие организации участвуют в конкурсах и внимательно относятся к тем объявлениям, которые мы публикуем, то все эти приоритетные направления абсолютно открыты. Следующий вопрос от Георгия Талеева, представителя КМНС. Его интересует следующее. Возможно ли увеличение фонда финансирования грантов НКО, в частности, грантов в сфере межнациональных отношений, так как очень тяжело реализовывать проекты из-за больших расходов на логистику в Ненецком округе? Здесь хотелось бы сказать, что как раз по заявкам некоммерческих организаций мы проводили на платформе обратной связи голосование, где как раз с участием некоммерческих организаций определяли ту сумму, которая оптимальна. То есть ранее у нас было 250 тысяч, сейчас, в этом году, в 2001, она увеличена до 400. В ближайшее время у нас сейчас будет завершен второй этап конкурса. То есть сначала мы распределяли как раз для межнациональных, о том, о чем задает вопрос наш Георгий. Здесь сейчас у нас в ближайшие концы этого месяца, на следующей неделе, я думаю, что у нас будет второй этап конкурса завершающий, и сумма к распределению уже 2 миллиона рублей. То есть в начале года мы распределяли порядка 800 тысяч рублей. Это субсидии были, и сейчас 2 миллиона рублей, и 2 именно грантовая поддержка. То есть здесь как раз есть возможность поучаствовать, и те достойные проекты, которые будут представлены, да, и действительно найдут отклик, я думаю, что они получат поддержку однозначно, потому что Георгий может претендовать. Хорошо. И Мария Малиновская интересуется, с 2021 года заявку на грант некоммерческой организации подает в электронном виде. В связи с чем и какие преимущества у электронной платформы есть? Давайте я отвечу. Действительно, в 2021 году мы у нас такое нововведение, мы теперь заявки принимаем в электронном виде. На самом деле это очень удобно, и для некоммерческих организаций это не ново, потому что заявка полностью идентична заявке конкурса фонда президентских грантов. Наши некоммерческие организации очень часто в этом конкурсе участвуют. На самом деле удобство в чем? Во-первых, это открытость и прозрачность конкурса. Во-вторых, достаточно удобно заполнение заявки. А потом достаточно удобно смотреть результаты конкурса. То есть можно сразу посмотреть, кто выиграл, какие суммы, на какие проекты. И даже краткое описание проекта сейчас есть на платформе. Поэтому будем надеяться, фонд нам предоставил эту платформу бесплатно, будем надеяться, что мы и дальше будем продолжать работать на ней. От себя хочу задать вопрос. Можете немножко вообще рассказать, что такое некоммерческая организация, как ее организовать, какие есть требования, и насколько это сложно? Потому что знаю, что там нужно создавать учредителей, по-моему, да, там должен быть юрист, бухгалтер. Можете поподробнее рассказать? Ну, что такое некоммерческая организация? Это юридическое лицо, которое не ставит перед собой цели зарабатывать деньги. Ну, есть некоммерческая цель. Это благотворительность, это какие-то услуги в социальной сфере. Некоммерческая организация может зарабатывать деньги, но она должна их направлять на развитие самой организации. Вообще, на самом деле, очень много некоммерческих организаций вокруг нас. Это и политические партии, на самом деле, да, это и различные адвокатские палаты, и различные благотворительные фонды, это все некоммерческие организации. Даже, ну, ТОСы, про которые уже Лина Викторовна говорила, даже, как это называется, гаражные кооперативы, это же тоже некоммерческая организация. То есть, в принципе, это юридическое лицо. Мы работаем и поддерживаем конкретно социально ориентированные некоммерческие организации, те, которые занимаются, как сказать, услугами, социальными услугами. Значит, для того, чтобы зарегистрировать некоммерческую организацию, нужно обратиться в Министерство юстиции. Так как организации разные и порядок регистрации разный, то есть, если это общественная организация, то правильно то, что вы говорите, это учредители. Есть определенный порядок для организации благотворительного фонда, он немного сложнее. Здесь уже подскажут действительно юристы. Наши некоммерческие организации не все имеют в штате юриста и бухгалтера. Это неправда. Можно, в принципе, некоммерческая организация состоять из одного человека, из руководителя, который также может осуществлять функции юриста, бухгалтера. Но на самом деле это большая проблема для некоммерческих организаций Ненинского автономного округа, потому что бухгалтерия достаточно сложный процесс, ведение бухгалтерии. И вот Лина Викторовна как раз говорила о том, что у нас созданы специальные ресурсные центры, которые могут консультировать и бухгалтеров некоммерческих организаций, и членов, и самих руководителей, каким образом вести бухгалтерию, когда и куда сдавать отчетность, чтобы не пропустить какие-то моменты и не попасть на штраф. Вот хотелось бы еще узнать, чем отличаются НКО и гранты для НКО, и поддержка местных инициатив? Да, ну, здесь совершенно другой подход. Мы понимаем, что местные инициативы — это инициативы самих граждан. То есть здесь проекты, которые позволяют реализовывать в конкретном муниципальном образовании эти вопросы, которые интересуют именно людей. На текущий момент у нас жители, как таковые, приходят в администрацию муниципального образования с инициативой по поддержке какого-то, по реализации какого-то проекта. Это может быть благоустройство детской площадки, это может быть освещение улицы, это может быть пешеходные какие-то переходы, да. То есть мы понимаем, что в наших многих, допустим, населенных пунктах очень сложно перемещаться в силу того, что у нас баудистая местность, да, необходимы тротуары. Вот очень многие как раз муниципальные образования у нас выходят с инициативами и гражданами именно по благоустройству, именно создания комфортных условий именно для самих жителей. Какова сама процедура? Кто может быть инициатором своего проекта? Инициатором проекта могут выступать сами жители, дальше руководители самих муниципальных образований, да, депутатский корпус муниципальных образований, также старосты поселения, где мы понимаем, что это в малых населенных пунктах. То есть здесь сама инициатива граждан, и они уже выходят с непосредственности. С инициативой ее оформляют должным образом, в этом им помогает муниципальное образование, и они выходят на конкурс к нам. Это очень значимо и очень радует, что у нас объемы финансирования и вовлечения в этого проекта просто вот растут с годами. То есть проект начал свою реализацию с 2017 года, и в этом году у нас уже сумма увеличена в этом году до 23,5 миллионов. И значительно радует, что многие муниципальные образования, которые ранее не участвовали, теперь у нас в категории участвующих победителей. И они получат сейчас гранты. Да, буквально на прошлой неделе мы завершили как раз следующий этап, потому что мы распределяли сумму. Изначально у нас был первый этап, да, конкурса. Часть муниципальных образований получила грант, уже их реализовала, многие отчитались нам. И сейчас мы распределяли остатки сумм, то есть это порядка 6 миллионов было, также где у нас получили сейчас 6 муниципальных образований. Это ТОС или это другое? Нет, это немножко другая схема, да. То есть здесь мы понимаем, что, как я говорила, граждане инициируют этот проект. То есть понимаем, что я вот, допустим, понимаю, что рядом с домом, у нас в доме живет, допустим, большое количество детей. И необходима детская площадка. То есть жители объединяются и приходят к главе муниципального образования, и он уже организовывает саму процедуру, так сказать, голосования. Нужно ли для дальнего муниципального образования, это детская площадка именно в этом месте. В частности, они именно помогают жителям оповестить все население, да, муниципального образования ТОЛГО Ленинова, либо проживающие в данном районе, это, мы понимаем, для города Нейнмара, более глобальные вещи. Далее, то есть оповещение, сбор, голосование, как таковое, да, за этот проект. Максимальное информирование, в том числе, да, и с помощью средств у нас информации, где вы как раз нам тоже очень активные помощники в этом деле, да, на сайтах муниципального образования. То есть максимальная задача вовлечения граждан, то есть голосования и принятия решения, что нужно для конкретного населенного пункта. Недаром, что главными критериями вот оценки, как раз, когда комиссия принимает решение, это две составляющих. Первая составляющая, это, понятно, наличие софинансирования состанавливания муниципального образования, в том числе одним из критериев оценки является участие граждан. То есть они могут участвовать как финансово, так и своим собственным трудом, да, то есть здесь эквивалент такой, да, то есть я могу прийти, помочь, установить эту площадку, дальше ее помочь, содержать, да, и следить за ней в состоянии. Далее, и вторая составляющая, вот именно, как жители проголосовали, насколько максимально ли количество жителей, которые проголосовали из того или иного муниципального образования, да, то есть мы понимаем, что там 200 человек живет, из них, допустим, 100 человек проголосовал за этот проект, то есть практически 50% жителей голосуют, то есть однозначно он будет большую поддержку иметь. Далее, когда сформирована эта заявка, люди проголосовали за нее, далее у нас в департамент объявляется конкурс, муниципальное образование осмечивает данный проект и выходит к нам уже непосредственно с инициативой, формирует, закладывает деньги на софинансирование, там порядка 10%, то есть региональный бюджет у нас финансирует 80% до 89% из бюджета проекта, далее 10% это сумма, которая максимальна для муниципального образования, максимальна от 10%, и 1% это доля жителей. Также здесь могут быть не только жители сами, могут быть предприниматели, выразившиеся, желание поучаствовать в данном проекте. Сумма на настоящий момент, максимальная сумма проекта, которой возможна поддержка из бюджета, это до 1 миллиона рублей. Скажу еще раз, да, что направления различны. Это и создание условий для утилизации отходов, мы понимаем, что это тоже важно сейчас, то есть и детские площадки, площадки для отдыха, ну, общественное пространство как таковые, то есть что важно людям. Это и памятники, благоустройство памятников, допустим, Великовисочным у нас было, этот проект реализовывался сейчас. То есть то, за что жители голосуют, что реально важно. А вот сколько можно проектов предоставить в один календарный год от одного населенного пункта? От муниципального образования, сельского муниципального образования поселения могут участвовать три проекта, причем для конкретного поселения не более двух, населенного пункта сельского. Для города Иринмара это четыре. Еще вот этот вопросик из Шойны интересуется. Возможно ли увеличение суммы субсидий на реализацию проектов в поддержке местных инициатив с одного миллиона рублей до двух миллионов? Да, действительно, с этой инициативой у нас выступали. Мы рассматривали на заседании комиссии, как раз по поддержке местных инициатив. Комиссия рекомендовала рассмотреть возможность департамента увеличения этой суммы. Сейчас мы рассматриваем, мы готовим изменения в нормативно-правовую базу. Я правильно понимаю, вот эти все документы на субсидию должен готовить глава муниципального образования? То есть житель, пусть будет в нижней пёше, решил, что около его дома нужно благоустроить тротуар, постелить мостовую, так скажем. То есть он идет с этой инициативой к главе. Глава уже собирает мнение всех остальных жителей и потом направляет в ваш департамент заявку. А система вообще отлажена? То есть есть какие-то позитивные примеры таких историй, когда благоустройство села произошло именно по инициативе местных жителей? У нас очень много таких инициатив, как я вам уже и сказала. То есть это Великовисочный сельсовет, где мы понимаем, что это благоустройство именно памятника, тем более приуроченное к праздничным мероприятиям, посвященным 9 мая. Далее у нас значимые проекты. Это, ну, подскажите еще. Несть, допустим, буквально недавно, они организовали тротуары к новпостроенному детскому саду. То есть там было не пройти, пока еще деньги не заложены в бюджете. И поэтому вышли с инициативой жители, чтобы обустроить тротуары к детскому саду. Вообще все, на самом деле, вся поддержка через местные инициативы, она идет от жителей изначально. Поэтому на сегодняшний день все проекты, которые получили поддержку, они все народные. А вот эти вот красивые билборды, как они называются, знаки, вот я люблю. Стойки, я люблю индигу, да. Это тоже, в целом, как-то. Индиго и сердце Тимана, это как раз, да. Ну, как здорово. А вот Шоенский сельсовет имеет успешный опыт реализации, как раз, проектов по инициативному бюджетированию. Им хотелось бы узнать, планируется ли расширить перечень направлений реализации проектов. Например, добавить направление по обеспечению первичных мер пожарной безопасности и, например, средств пожарооттушения. Да, понимаем, что значимое направление, да, тем более, к сожалению, у нас этот год начинался не очень хорошо, да, с большого количества пожаров, поэтому как раз с этой инициативой выступили. Также мы на комиссии рассмотрели. Сейчас также будем вносить в перечень именно приоритетных направлений, и это тоже. Алина Викторовна, Мария, вопросы на этом исчерпаны. Может быть, есть что-то добавить, что мы еще не охватили в рамках эфира? Наверное бы, да, хотелось бы максимальное вот включение людей в вот эти местные инициативы. Особо они, мне кажется, важны для каждого жителя округа и для любого поселения, как маленького, так и крупного. Поэтому оно позволяет реально решать вопросы. То есть именно человек, всегда все главы у нас достаточно открыты для своего населения, да, и я думаю, что любая положительная инициатива, она будет поддержана. И это просто замечательно, когда люди своими, собственно, трудом еще, да, если мы понимаем, что детская площадка там та же сделана или площадка для воркаута, или еще что-то, да, сделана по инициативе самих людей, да, и они потом еще сохраняют там определенное, да, чтобы она в качественном состоянии всегда была и следят за ее состоянием. Это очень важно, как никогда, я думаю. Поэтому вот хотелось бы, чтобы жители как можно больше проявляли в этом инициативу. Чтобы где-то некоторые у нас муниципальные образования еще не совсем, да, принимают участие в этих, не все они у нас охвачены. Поэтому хотелось бы, чтобы максимально включились, да, и где-то, может быть, пришли к главам с этой инициативой. Мы готовы ее поддержать. Со своей стороны мы можем сказать о том, что мы всегда открыты для каких-то консультаций. Пожалуйста, и некоммерческие организации, и главы муниципальных образований. Мы всегда на связи и с жителями округа в том числе. Поэтому, Алена, 25, пожалуйста, приходите, звоните. 2-19-34, номер телефона нашего департамента. У нас нет часов приемов, мы работаем каждый день, и мы готовы в свое рабочее время ответить на любой вопрос, касающийся деятельности департамента. Вот, кстати, у нас просто еще осталось минут 8 эфирного времени. Хотелось бы узнать, недавно проводился конкурс. Как раз-таки буквально, наверное, на прошлой неделе новость выходила, конкурс грантов, наша коллега Любовь Пермякова выиграла там тоже грант. Можете рассказать поподробнее про вот эти проекты, которые стали победителями, исходя из чего принимались решения, то есть как вообще проходила оценка, то есть там же критерии наверняка какие-то были подробнее? Ну, мы про критерии уже сказали, мы рассказали уже про то, кто входил в конкурсную комиссию. Помните, я говорила, депутаты, СМИ, представители некоммерческих организаций. Это был на самом деле уникальный конкурс, мы первый раз проводили его через электронную платформу, с софинансированием фонда президентских грантов. И сейчас мы до сих пор еще не всем отправили деньги, потому что есть определенные сложности, но мы вот сейчас это все проходим первый раз, в следующем году все будет уже намного проще. Проекты действительно очень интересные, и надо сказать, что с каждым годом проекты все интереснее, да, и уровень проектов растет. Допустим, Люба Пермякова, как раз она, у нее организация называется «Возрождение», они выиграли, у них был проект «Арктический бал». Он уже проходил у нас на территории, прошел очень успешно, и она вышла в этом году еще раз. У нее очень хороший проект был в прошлом году, но, к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, как и везде, и поэтому у нас некоторые проекты откладываются в реализации. Это позволительно. Мы заключаем дополнительное соглашение, мы идем навстречу некоммерческим организациям. Так вот, у «Возрождения» в прошлом году был проект «Перезагрузка». То есть это пожилые жители Ненецкого автономного округа могли пройти различные тренинги, да, психологические, да, если, допустим, пострадали от той же пандемии, от сидения дома в одиночестве, визажист, стилист, и после этого «Возрождение» должны сделать картинку до и после, как это вот есть. Но на самом деле проект очень интересный. Ну, а если говорить вообще в принципе о проектах, которые победили, значит, это еще раз создание мультиков и робототехника, про которые я сегодня уже говорила. Потому что важно на селе. Да, это на селе. То есть они поедут по селам, да, и будут для детей проводить, там, где это можно будет сделать, согласовывая с Роспотребнадзором, проводить тренинги, проводить... Обучение детей. Да, обучение, робототехнике и мультипликации, что очень здорово на самом деле. По поддержке добровольных пожарных дружин получил поддержку проект, потому что Лена Викторовна уже сказала о том, что у нас есть определенные на сегодняшний день проблемы в этой области, поэтому финансирование в данной части, оно со всех сторон, оно полезно, да, и, соответственно, со стороны некоммерческих организаций мы тоже профинансировали это направление. Проект экологической направленности Шойну. Я хотела сказать про Шойну. Опять у нас очень активная глава в муниципальном образовании, и плюс у них есть некоммерческая организация в таком маленьком селе. У нас на самом деле не во всех селах есть свои некоммерческие организации, ТОСы. Вот в Шойне, допустим, очень активная некоммерческая организация, и в этом году они получили деньги на ремонт клуба. То есть вот можно это делать через местные инициативы, можно это делать через НКО. Своими силами закладывают деньги только на материалы, после этого проводят отчетный концерт, все красиво, ну, то есть вот такие интересные проекты. Что очень важно, да, что проекты НКО, что местных инициатив, они сокращают срок реализации проекта. Если мы понимаем, что любое планирование в бюджете занимает как минимум два года-полтора, потому что это нужно осметить, это нужно провести в рамках 44-го федерального закона, то есть эти позиции у нас четко закреплены, да, если вы понимаете, то здесь оно, срок сам реализации проекта, ну, максимум до 130 дней может сократиться. То есть именно на принятие решения, на выделение средств и дальнейшую реализацию. Очень интересный проект вспомнила, был, он, кстати, был где-то озвучен даже в комментариях, Спартакеада ТОС, допустим, прошла. Люди с разных районов, которые вошли в члены ТОСов, этих районов, объединились в спортивных состязаниях, и между собой состязались в различных спортивных направлениях. Этот проект получил очень хороший отклик тоже. А, кстати, вот как раз, да, мы его пропустили почему-то. Организаторы, видимо, либо просто неравнодушные граждане Александра Осташов и Данила Хмаренко рассказывают про то, что такая Спартакеада была проведена, и задают вопрос следующий. Продолжит ли департамент оказывать поддержку в проведении последующих Спартакеад, так как в ближайшем будущем планируется провести аналогичную, но детскую Спартакеаду. Также есть проекты по вовлечению населения округа в здоровый образ жизни и занятия спортом, интересно ли департаменту внутренней политики это направление, и могут ли они рассчитывать на вашу поддержку? Конечно же, интересно. Ну, вот даже прочитали сами, я думаю, сразу заинтересовались, да, я думаю, что и ваши коллеги как раз делали сюжет на тему как раз этого мероприятия, которое проходило довольно масштабно, где как раз взрослые участвовали. Действительно, дети были за кадром, я так понимаю, да, но очень востребовано было желание. Если у нас подготовят как раз участники, заинтересованные лица, этот проект, он будет достойно представлен, я думаю, что комиссия поддержит. Здесь коллегиально будет приниматься решение. Конкурс на основе, это конкурс. А много заявок поступает? В зависимости от конкурса, но, вот смотрите, я уже говорила о том, что, допустим, если мы говорим о некоммерческих организациях, то порядка 170 некоммерческих организаций у нас зарегистрировано, из них где-то 60-70 активных, да, которые активно участвуют, и на один конкурс может поступить порядка 50 заявок. То есть, действительно конкурс? Да, конечно. То есть, у нас есть и победившие, и проигравшие. Я просто периодически защищаю проекты, и там вот есть, например, критерии вовлеченности. То есть, вот здесь какие более детально, можете рассказать про эти критерии? То есть, там, не знаю, вовлеченность населения, не знаю, там, как это положительное... У нас это тоже есть. То есть, это называется вклад, собственный вклад, допустим, некоммерческой организации. Так же, как в местных инициативах, собственный вклад... Максимальные баллы, да, это идет, как я говорила, финансовое участие, там 38 баллов, и 19 баллов. Это тоже так, максимальная следующая сумма, потому что остальные баллы там 3-4 оцениваются. Это как раз вовлеченность. И, допустим, если мы говорим о конкурсе некоммерческих организаций, то они могут вложиться собственными средствами, могут привлечь предпринимателей, а могут, в принципе, вложить свой труд. Ну, то есть, допустим, проведение каких-то мероприятий, не нанимая при этом специалистов со стороны. Да, то есть, он даже может осметить это. То есть, вот сколько примерно стоит работа того или иного специалиста в часах. И он говорит о том, что нет, это мой собственный вклад, я сам буду проводить эти мероприятия. Он может приложить соответствующие документы, что он имеет право это делать. Допустим, если это проект направлен на какую-то психологическую поддержку, то есть, это обязательно должны быть психологи, комиссия тоже обязательно обращает на это внимание. Профессионализм, да. Ну, привлекаемых специалистов, экспертов. Поэтому очень радует, да, что действительно уровень проектов растет. И у нас очень большое количество людей неравнодушных в округе, готовых вот именно на некоммерческой основе работать, да, вовлекать, помогать людям, детям и делать нашу жизнь лучше всех нас. На этой позитивной ноте предлагаю от игры завершить. Спасибо большое, что нашли время, пришли в нашу студию. Я напомню, что сегодня мы говорили о социальных проектах некоммерческих организаций и вовлечении населения в местное самоуправление. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова